Добрый вечер Весенних играх принимает участие 5 команд. Еще 5 команд вступят в борьбу летом. На данный момент главным претендентом на выход в финал является команда Армена Аства Цатряна, которая выиграла у телезрителей со счетом 6-4. А сегодня я приглашаю за игровой стол команду Левона Гюрзадяна. Юрист Левон Сарксиан. Экономист Александр Петрусиан. Менеджер Армен Балян. Экономист Диана Сарксиан. Юрист Нарек Абгарян. И капитан команды проект-менеджер Левон Гюрзадяна. Против команды Левона Гюрзадяна сегодня играют... Анна Оанян. Моника Абакян. Саркиз Асатрян. Сектор Супер Близ. Карен Абрамян. Найра Арудюнян. Гайами Азарян. Сектор Близ. Мане Аветысян. Марьян Погосян. Артур Багирян. Саркиз Хачикян. И сектор Росгострах Армения. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Добрый вечер. Господин Гюрзадян. Ваша команда, хоть и новая, но в отличие от двух предыдущих, знатоки в вашей команде все опытные. Очень опытные, я бы сказал. Как далеко собираетесь пройти в этом году? До финала года. До финала года. Ничего себе настроить. А зачем нам меньше претендовать? Ну, можно потихоньку хотя бы, господин Гюрзадян. Надо стремиться к большему, чтобы достичь вечера хотя бы. Против вас играет Мане Аветисян, предприниматель из Ванадзора. Внимание, вопрос. С какой целью в сухие пайки, которые раздают солдатам израильской армии во время боевых учений, обязательно кладут консервированные соленые огурцы? Время. Против цинги может? Может против чего-то спасает? Да, что-то помогает там признать. Соленые огурцы. Соленые консервированные огурцы. Может кого-то кормить надо? Собак может взорвать? Собак может взорвать, чтобы ели, потом больше пили, потому что в пустыне там. Да, чтобы обезборожить. Если они едят соленое, будут пить больше. Ладно, консервированные огурцы. Может что-то с консервами связано? Типа как-то вместе с чем-то. То есть какое-то взорвать как-то вместе с этой банкой. Может с кошерностью что-то связанное с кошерностью? Каким образом? Соленые. Кого-то кормить может надо. А соленые соленые? Не, 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 не. Отвечу. Отвечает Левон Сарксиан. Левон Сарксиан, слушаем вас, господин Сарксиан. Ну, мы предполагаем, что соленые огурцы побуждают солдат больше пить воды, потому что, ну, соль вызывает жажду, они больше пьют и избегают обезвоживания, вот что-то в этом роде. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. А какие еще были версии, господин Сарксиан? Ну, тут про беременных что-то прозвучало. Господа, Израиль находится в пустынной местности. Соленые огурцы кладутся в пайки для того, чтобы вызвать чувство жажды у служащих. В итоге они пьют много воды, что исключает обезвоживание их организма. Абсолютно правильный ответ. 1-0 в пользу знатоков. Генеральный спонсор весенних игр «Что, где, когда» – компания «Роскошь трах Армения». Спонсор передачи – компания «Юком». Спонсор передачи – коньяк-модатер. Спонсор передачи – компания «Вивару». Партнер телезрителей и знатоков – «Айокат». Реклама на канале «Армения». Внимание! Лучшему знатоку сегодняшней игры – скрипач. Заслуженный артист Республики Армения Сергей Хачатрян дарит любимую книгу. Тетралогию Томаса Мана, Иосиф и его братья. Со своим автографом. Напоминаю, что все книги нам предоставляет книжный магазин «Бюрократ». Второй раунд. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу Ереван, Югвардское, шоссе 1, телекомпания «Армения ТВ». Что, где, когда? Или на электронный адрес info.pia.am. Уважаемые телезрители, с правилами игры, по которым играет наш клуб в этом 2017 году, вы можете ознакомиться на сайте www.tvigra.am. Против вас играет Саркис Асатрян, учитель из Степанакерта. Посмотрите на экран. В 2012 году компания «Шармхолдинг» на своей страничке в Твиттере опубликовала изображение игральных карт на армянский манер. Полученные образы были близки армянскому народу не только своим внешним видом, но и принадлежностью к армянским королевским династиям. Арташисиды – пики, аршакиды – трефы, багратиды – черви и рубиниды – бубны. В колоде выделяется только Джокер. Внимание, вопрос. Какой литературный герой изображен на игральной карте? Джокер! Время! Давид Сосунский! Давид Сосунский! Давид Сосунский! Какой-то известный легендарр! Давид Сосунский! Это Шут должен быть какой-то легендарр! Хорошо, проехали! Кто Шутом? Ну, кроме него, понятно. Я же, конечно, что за буба? Там Сэйджа, кто это? Шутом каким-то таким Джокером кто? Кажун. Ребят, литературный персонаж. Какой-то известный Гайназар. Хорошо, ладно. Кто ещё, кроме Кажиназар? А может, который царь, который кристианц стал? Ещё! Хорошо, это юморизический персонаж. А, литературный генерал. Литературный силморад. Гекор вообще не было. Нет, 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 это не так. У нас сказочный какой-то. Нет, нет, нет. Литературный миморный шут. Давид Сосунский – это нехорошо. Смешное, что есть такое армадское? Что, что? Понятно, поняли его, что… Что еще? Вот хорошо. Баррэгентан какой-то. Поппи-балда, допустим. Нет, это Баррэгентан. Баррэгентан, как раз двое у нас было. Жокер всегда один. Время! Время! И снова Левом Сарксиан. Слушаем вас, господин Сарксиан. Ну, возможно, это Кхач Назар. Возможно. Почему вы так думаете, господин Сарксиан? Ну, мы подумали про шутов, начали думать. И первое, что пришло в голову, это Кхач Назар. А почему про шутов начали думать? Ну, Джокер-то шут. Арликин. Шутник. Джок. Внимание! Правильный ответ. Слово «джокер» в переводе с английского означает «шут», «клоун». А самый известный шут в армянской литературе, который еще и метил в короли, это посмотрите на экран. Кхач Назар. Два ноль. Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу и коммуникациям компании «ЮКОМ» господин Игрян Сарфарян. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Игрян. Господин Сарфарян, если честно, то сразу после зимней серии я перешел на пакет «Форклей». Кстати, советую всем, но в любом случае правильно, чтобы о продукте поговорил профессионал. Расскажите нашим тележрителям и знатокам о пакете «Форклей», господин Сарфарян. Ну, во-первых, спасибо, что вы оценили наш пакет. Действительно, в прошлом году мы первыми в Армении, и можно сказать, что в мире это тоже нераспространенная услуга, перешли на предоставление объединенных услуг 4 в 1. Смысл в том, что, являясь оператором как мобильной, так и фиксированной связи, мы имеем возможность предоставлять объединенную услугу как мобильной связи, так и телевидения, так и фиксированного интернета и фиксированного телефона. Соответственно, «Форклей» является объединением всех услуг в одном пакете. Ну, это удобно в первую очередь, это дешевле, чем все пакеты отдельно. И это новаторство, которое мы будем углублять и будем делать все, чтобы было удобно нашим потребителям. Спасибо, господин Сафарян. А я напоминаю, что обладателем «Браморного Орла» компания «ЮКОМ» подарит новейший телефон iPhone 7. Продолжаем игру. Третий раунд. Господин Левон Саргсян. Да, господин Левон Саргсян. Вы написали, что самые первые ощущения и мысли по поводу себя в этой игре были такие. Я умный, как Александр Друз. Вы действительно такой же умный, как Александр Друз? Или это все-таки ощущения? Это была шутка, но, наверное, ощущения. Хотя кто знает. А какие приметы есть на игру? Приметы? Да. Я вообще особо не верю в приметы. Понятно. По стрелке против вас играет Марьям Погосян, инженер из Еревана. Внимание! Портреты! Перед вами работы французской художницы 19 века Элизабет Виже-Лебрен. Внимание! Вопрос! Какое условие художницы должны были выполнять эти джентльмены в то время, когда она работала над их портретами? И главное, почему? Время! Не смотреть на нее! Почему? На что-то другое может смотреть? Что еще? На чем не смотреть на нее? Смотреть на окно может быть. Она смущалась? Она, да, она либо смущалась, либо она глазами не могла. Смотреть на другие картины, смотреть на предыдущую картину. Почему? Они все смотрят в одну сторону. А самая первая картина тогда... Ну, может, там лицо какое-то... Может, ее вид случалось, я не знаю, какое-то... Ну, да, может, наоборот. Они, типа, получаются более естественными. Самый основной вопрос, почему? Чтобы получаться естественнее, не напрягаться... Ладно, дальше, что еще? Она рисует только... А почему мы только на глазах остановились? Ребят, художница, это вообще нетипично. То есть она лишь смотрит на леса, жизнь на леса, жизнь на леса. А может, что вам не устали, что она женщина? Тоже кто-то на лес не сдали. Возможно, очень плохо, но они, скорее всего, его узнали. Почему все налево? Лебрендан. Хотя в любом случае, это... Лебрендан, ангел. Ну, если вот так смотрят. Все смотрят на левую сторону. Все, которые не смотрят на нее. На солнце должны были смотреть. Слушай, если они просто не смотрят на нее, они смогут смотреть и вправо. Время! Почему налево? Кто отвечает? Попробует что-нибудь изобразить Армен Балян. Слушаем вас, господин Балян. Изобразитель. Ну, как мы видим на всех трех картинах, уважаемые джентльмены смотрят в левую сторону. Причем на правую их щеку падает, падают лучи света. Они не смотрят, скорее всего, на художницу. Видимо, такое правило ставила она, условия ставила она перед... Почему же, господин Балян? Возможно, будучи женщиной, и редкость в профессии в те времена женщина, видимо, смущалась под взглядом достойных мужей. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Элизабет Вижелия Брэн была не только очень талантливой, но и невероятно красивой женщиной. Поклонники, пытаясь найти повод для встречи с ней, заказывали у нее портреты. Элизабет соглашалась, но только при условии, что при работе над портретами заказчики на нее смотреть не будут. Здесь вы ответили правильно. Обратите внимание, взгляд тех, кто изображен на портретах, устремлен в сторону. Да, вы ответили, что они... Условие было, что они должны были смотреть не на нее. Но почему? Потому что она смущалась. Потому что она смущалась? Да. Она не хотела лишнего внимания. Дамы и господа, у нас в зале присутствует заместитель генерального директора компании Росгострах Армении, господин Вагана Агавелян, он же защитник интересов телезрителей. Добрый вечер, господин Агавелян. Здравствуйте, господин. Господин Агавелян. Вы считаете, они правильно ответили на этот вопрос? А вы не озвучили правильный ответ. Я озвучил, я прочитал. Элизабет Вишель-Лебрен была не только очень талантливой, но и невероятно красивой женщиной. Поклонники, пытаясь найти повод для встречи с ней, заказывали у нее портреты. Элизабет соглашалась, но только при условии, что при работе над портретами заказчики на нее смотреть не будут. Потому что? Потому что они хотели найти повод посмотреть на нее. Потому что она смущалась. Потому что она смущалась. То есть вы считаете, что они ответили правильно? 3-0. Продолжаем игру. Четвертый раунд. Господин Балян. Да, господин Балян. Из кино предпочитаете любую, либо тупую и очень смешную комедию, либо что-нибудь, что заставит думать. Да. Тупая и очень смешная комедия заставляет думать? Нет, совсем наоборот, господин Балян. Тупая и смешная комедия, чтобы не думать, а очень сложные фильмы для того, чтобы... А вот что заставляет? Например, какой фильм заставляет думать вас? Очень много таких фильмов, господин Балян. Тонкая красная линия, английский пациент. Мои любимые фильмы. Трудно быть богом. Сектор Росгостраха Армении. Против вас играет финансовый директор Армине Закарян. В начале 18 века Петр Первый даровал своим подданным участки под Петербургом, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре. Внимание, вопрос. Какое слово вошло в обиход благодаря этим царским подаркам? Время. Дача? Дача, мой русский? Да, дача. Дача давали? Нет, дача. Хорошо, отлично. Отдали на земля. Все, понял. Дача. Что еще? Рублевка какая-то? Нет. Экспериматирование? Кстати, подпись, это дача может быть. Попробовка, пробки какие-нибудь. Какие иностранные слова, знаете, с ними пришли? Дача, полома, мойка, там же речи. Дача откуда-то вроде пошли. С Саши Тепурой что-то связанное. Сарайчик там, не знаю, какой-то. Петроград. Какой стиль был? Борок. Петергоф. 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 Петергоф, это город Петергоф. Петергоф. Петергоф, это барок, это татарская, скорее всего. Хорошо, экспериментировать. Петергоф неплохо, знаете? Нет, Петергоф, это отрезистная вещь. От названия, царское село. Хорошо, дача, это что-то, подача, подачки какие-то. Да, дача, проехать, чарственные. Как можно участок находиться? Они что-то пробовали там. Обособленная шкатеж, это английская. Чтобы на взятку, по-моему, они кому-то... Ну, это не обязательно. Ну, это тоже. Еще, 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 еще. Либо дача, либо Петергоф. Петергоф, две основные версии, дача, как хотите уже. Время, господин... Отвечает Армен Балян. Слушаем вас, господин Балян. Поскольку эти участки давались как безвозмездное владение всем этим людям, скорее всего, какая-нибудь там дача. Дача? Да. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. 4-0. Да! Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу компании «Виваро», господин Армен Сухиасян. Добрый вечер, господин Сухиасян. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Сухиасян, а что интересного и нового есть для клиентов всеармянской игры «Плот»? Господин ведущий, у нас уже как два года были турниры, каждую пятницу один миллион драм. Мы увеличили этот призовой фонд, там миллион двести, и еще большие турниры скоро будут два миллиона, и еще живые турниры. Все подробности на сайте «Виваро.ем» или «Плот.ем». Спасибо, господин Сухиасян. А я хочу сказать, что обладателю «Мраморного орла» компания «Виваро» подарит коллекционные часы, специально изготовленные по заказу компании «Виваро». Продолжаем игру, пятый раунд. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание на правила участия телезрителей в игре «Что, где, когда». По нашим правилам, редакция не вступает в переписку по поводу вопросов, присланных на конкурс передачи, и оставляет за собой право на редактирование и авторскую переработку вопросов, а также на использование присланных материалов по собственному усмотрению. Против вас играет Анна Оанян, политолог из Еревана. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. Что производит компания, которая заказала такую рекламу? Время. Вы будете спать, как младенец. Это снотворное, скорее всего. Не-не-не, это халаты. Ребята, там младенец. Они в пижамах. В пижамах будешь спать, как младенец. В одежду, как сексея. Хорошо, а младенец. Поехали, армия проехали. Что еще? Колыбельную музыку, чтобы с детей... Подушки. Подушки. Одна и та же подушка. Не одна и та же. Подушка одна и та же. Обычная посетка. Смотри на подушку. Понятно. Очень удобные, очень удобные матросы. На этой подушке ты спишь? Матрасы или подушка. Какая рождественная класса. Матрасы или подушка. Портит голову, портит зрение. Нужно одеваться в свой размер одежды для крупных людей. Там у него чиня образцы какой-то еще. Спать, как младенец, это хорошо. Просто это матрас проехали. Или что? Что производят? Семейную одежду. Нет, это оба мужские. Нет, это юбка. Это юбка. Это не юбка. А, да, это юбка, точно. Это юбка и сорочка. Это юбка и сорочка. Без разницы. Это они хотели в разный попал. Дресс-ход какой-нибудь. Сели, тишина. Кто отвечает? Сарксен Левон. Слушаем вас, господин Сарксен. Ну, мы в этих фотографиях видим, что спят как младенцы. Ну, наверное, матрас-подушка. Вот что-то вот в этом роде. Матрас-подушка? Да. Понятно. Внимание, правильный ответ. Господин Болян, по-моему, первым, да, вы сказали? Да, да. Спать как младенец. Эта реклама заставляет вспомнить те времена, когда спалось особенно сладко. Компания, заказавшая эту рекламу, производит спальную мебель. 4-1. Анну Анян приносит первое очко своей команде и зарабатывает денежные призрации 70 тысяч грамм от компании «Росгострах Армения». Компания «Росгострах Армения»? Да, я понимаю, вы сегодня играете очень хорошо. Команда разыгралась. Даже фразу «спать как младенец» практически на где-то пятой-десятой секунде вы произнесли, но имейте совесть. 4-0. Вы должны, понятно, что отвечать абсолютно точно. Да? Без проблем, господин. Господин Гюзадян, еще одна просьба. Да, слушаем. Я понимаю, что вы молодые, да, темпераментные, но если вы начнете обсуждение до слова «время», я передам очко телевизору. И всегда раньше начинайте обсуждение. Договорились? Договорились. 4-1. Шестой раунд. Понимаете, вы все слушаете слово «время», а теперь на поле. Господин Гюзадян, ради игры иногда отказываетесь от поездок за короб. Вы четырехкратный чемпион клуба, практически рекордсмен. Господин Гюзадян два раза в составе команды «Газазяна» и два раза в составе команды «Ардуманяна» становился чемпионом клуба. Это были вещи 90-х. Мы желали, как и те. И при всем при этом он считает, что лучшим игроком клуба Эмили Мирзаянов. Да, я так считаю. Против вас играет Карен Абрамян, бармен-менеджер из Еревана. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я работаю барменом. Барная ложка – это один из основных инструментов в моей работе. С ее помощью я могу перемешивать ингредиенты напитков, готовить слайстые коктейли. Измельчать нежидкие ингредиенты. Измерять как сыпучие ингредиенты, так и жидкие. Внимание, вопрос. А как еще в своей работе я иногда использую в одну ложку? Господа, кстати, ложка перед вами. Минута. Дать попробовать. Как музыкальный инструмент можно использовать? А может, зовет, зовет, или звонок. А почему не дать попробовать? Берешь вложку, внимание. Она длинная. Смотри, ты по-моему, я говорю. Это не единище. Может, достает остатки. Она почему она такая? Я тоже про штопор подумал. А вот как отвертку. Штопор, штопор. А ты ее не поткнешь, никуда. Проткнешь. Не может подзывать клиника. А, кстати, может, для украшения что-то заворачивать, чтобы на ней высыхало. Может, он открывает вот эти, протыкает пробные бутылки. Протыкает пробные. А почему не длинничные? Может, этим размешивает? Может, это самое, лимон какой-то выжать? Он уже доказал. Об этом он говорит. Ребят, либо подозвают, либо подозвают. Валян, пальцы давай. Не смешает, измеряет. Как еще в своей работе? Я использую. Ну, Бармен может раскатать. На счет этим, как-то не знаю. Раскатать этими. Робку точно не дизай. Не могут доставать ингредиенты, которые остались, чтобы почистить? Время, время. Время, господин Дюрзадян. Ну, давайте я попробую сформулировать общекомандную версию. Ну, посредством... Ну, все мы знаем, что, да, там, вилкой или ножом по стакану можно попросить внимания, чтобы то сказать. Он таким образом привлекает внимание клиента, говорит, что у вас коктейль готов, или если есть что-то более важное, объявить, объявляет. То есть для привлечения внимания, примерно вот таким образом, ну, по стакану. Понял. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Иногда я использую барную ложку для того, чтобы откупаривать некоторые виды бутылок. На самом деле... Наш картель готов. Я неправильно показывал. 4-2. Колен Абрамян приносит второе очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 80 тысяч грамм от компании «Росгостно-хармения». На самом деле, было намного легче. Господа, мы очень часто вместо этой ложки используем ножик. Ножик, зажигалку, все, что попадется под руку. Господа, продолжаем игру. Седьмой раунд. Так, ребят, перенастраиваемся. Играть. Господин Гюрзадян, любите смотреть футбол и играть в мафию? Футбол смотреть любят практически все, но я мало кого знаю, кто не любит смотреть футбол. А в мафию где играете обычно? Кроме «Шарма» во всех практически ереванских клубах «Бурал». Понятно. «Шарм» я приглашаю вас как член этого клуба. Я имею право. Спасибо. Постараюсь в ближайшее время воспользоваться приглашением. Против вас играет Моника Авакян, студентка из Лос-Анджелеса, США. Известный режиссер Стивен Спилберг три раза пытался поступить в школу кинематографии Университета Южной Калифорнии. И все три раза получал отказ из-за низких оценок. Много лет спустя, когда Спилберг уже стал знаменитым режиссером, эта школа захотела присвоить ему почетную степень. Внимание, вопрос. С каким условием Спилберг согласился получить награду? Время. Если он поступит, да, если они скажут, что он когда-то обучался у них, а он не захочет поботься, то зачем? Он не поступил три раза, да? Он три раза не поступил. Понятно, я понял. Может, чтобы признали, что они заявят, что они не... Что они ошиблись, что они не махинация, что они скажут публично, что он не смог поступить, что они не приняли его тогда. Что они ему трижды предложили это. А, отлично. Третий раз соглашусь. А, трижды, круто. Все, дальше, еще иду. Просто поступить тоже можно трижды. Поступить ему уже это вообще не надо. Он должен был человек, чтобы отказались. А, если он отказался, как-то, красиво. Хорошо. Так, извините. Другое, другое, что еще может быть так поступить? Может, он пошутил, как по сфотографическому? Ну да, понятно, да, что-то. Он вряд ли просто так согласился бы. Он вообще, я думаю, не согласился. Приняли его три раза, да, и... Он согласился с условием. Они предложили его три раза. Я понял, Лёва, я версии все подспрашиваю. Время. Диана Сарксиан. Слушаем вас, госпожа Сарксиан. Ну, господин ведущий, логика нашего ответа такова. Раз, значит, ему отказали три раза в поступлении, то он сказал, что он примет их предложение только в третий раз. Только в третий раз. Да. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Спилберг согласился получить награду с условием, что на дипломе о присвоении почетной степени будет стоять подпись того человека, который подписывал отказы о его зачислении. 4-3! Моника Авагян приносит третье очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 90 тысяч драм от компании Росгострах Армения. У меня тихо, все нормально, это неверующийся. А кто сказал, что ненормально? Конечно, нормально, господин Балян. Да, да, да. Госпожа Сарксиан. Да, господин ведущий. Игра научила громко говорить. Можете сказать, вернее, подсказать вашим коллегам, как научила вас, чтобы они тоже научились громко говорить. Ну, господин ведущий, когда из-за того, что капитан тебя не слышит, твой правильный ответ и команда в итоге не берет этот вопрос, ответственность в конце концов ложится на твой низкий голос и приходится работать над этим, говорить все громче и громче. Вырабатывает командный голос. Восьмой раунд. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание на правила участия телезрителей в игре «Что, где, когда». По нашим правилам редакция не вступает в переписку по поводу вопросов, присланных на конкурс передачи и оставляет за собой право на редактирование и авторскую переработку вопросов, а также на использование присланных материалов по собственному усмотрению. Против вас играет Наира Арутюнян, библиотекарь из Еревана. Внимание, вопрос. Закончите стихотворение ливанского поэта Джебрана Халиля Джебрана. «И сказал Бог, возлюби врага своего, и я послушался его, и возлюбил время». «Себя, себя, себя, себя. Врага своего, и я возлюбил язык свой, и я послушался его, и возлюбил». «И возлюбил? Я язык мой, враг мой, что ли, оттуда пошло?» «Я язык, я язык, что, 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 человека, себя». «Ну, читайте, пока в рифму не попадете». «И возлюбил врага своего, и я послушался, и возлюбил врага своего, и возлюбил». «И возлюбил себя, и возлюбил его, и возлюбил его, и возлюбил его». «И еще три фрифта». «Его именно, Бога терпит». «Он, Бога слишком богатый, граждан». «Христиан, не знаю». «А он это, он мусульманский, ливанский, да? Что-то слушали?» «Не обязательно мусульманский, может быть христианский». «Всех, все не враги. Пороки? Пороки зачем?» «Враг, враг. Возлюбил врага своего, допустим, или в исламе». «Нет, врага, себя самого. Себя самого, тогда рифма получается». «Время, кто отвечает, господин Герзазян?» «Слушаем вас, господин Герзазян». «Господин ведущий, это не совсем моя версия, но, допустим, получилось так. И сказал Бог, возлюбив врага своего, я послушался и возлюбил себя самого». «Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ». «Джебран Халиль Джебран писал». «И сказал Бог, возлюби врага своего». «И я послушался его и возлюбил себя». «Пять в три!» «Господа, у нас декустационная пауза. Наслаждайтесь вкусом коньяка Мадата». «А у нас в зале присутствует директор по маркетингу Степанакердского коньячного завода, господин Мэйр Гаспарян». «Добрый вечер, господин Гаспарян». «Господин Гюльзазян». «Да, господин Гюльзазян». «А если смешать коньяк Мадата с французским коньяком, по-вашему, какие будут ощущения?» «Я думаю, французский коньяк станет немного получше». «Не спорю, но есть и другая версия, господин Гюльзазян». «Например, я думаю, что мы ощутим всю тяжесть войны 12-го года, где гусары, кстати, победили». «Генеральный спонсор весенних игр «Что, где, когда» – компания «Росгострах Армения». «Спонсор передачи» – компания «Юком». «Спонсор передачи» – коньяк Мадатов. «Спонсор передачи» – компания «Виваро». «Партнер телезрителей и знатоков Айокат». «Реклама» – на канале «Армения». «Дамы и господа, у нас в зале присутствует генеральный директор проекта Айо». «Марина Даллакян». «Добрый вечер, госпожа Даллакян». «Добрый вечер, господин ведущий». «Госпожа Даллакян, как можно приобрести Айо-карту?» «Для того, чтобы получить карту, нужно обращаться в филиалы нашего банка-партнеров. Нужно при себе иметь паспорт и социальную карту, и можно и при наличии только Айди-карту. Если нужно оформить дебетовую карту, то только эти документы. Если еще и кредитный лимит, то нужно пакет документов, которые скажет банк. «Для того, чтобы понять все детали, как это все делается, как можно оформить и как оформить предельный лимит, можно зайти на наш сайт iocard.am». «Спасибо». «Господин Гюльзадян, давайте посмотрим на стол. Какие остались вопросы сектора?» «Супер Блиц, сектор Блиц. Если выпадет Супер Блиц, вы решили уже кого оставить за столом?» «На самом деле у меня там с утра интуиция бушует, что если будет Супер Блиц, надо оставлять Леву с акцией. Не знаю, это интуиция, а не по игре. С утра просто говорит, если Супер Блиц, то Леву. Девятый раунд. Сейчас посмотрим, выпадет ли Супер Блиц. Вероятность, что выпадет большая и маленькая. «В концертах 70. И 70, по голым секторам. Ноль процентов. Сюда все смотрим. Сюда, сюда. «Господин Леву Сарксиан, вы любите играть в теннис? Большой или настольный?» «Большой, большой». «Кто любимый?» «Федерер и Джокович». «Спельфедерер или Джокович?» Против вас играет Гаяне Азарян, нотариус из Еревана. Однажды, в жаркий летний день 1904 года, во время всемирной выставки в Сент-Луисе, у торговца Арнольда Форначу закончилась упаковка, и его бойкая до того момента торговля остановилась. Помог ему владелец соседнего ларька Эрнест Хамви, который предложил по-новому использовать свою продукцию и этим выручил соседа. У нас за кулисами находится то, в производстве чего до сих пор используется идея Эрнеста Хамви. Внимание, вопрос. Что у нас за кулисами? Время. Попырчатая упаковка не может быть? Нет, не может быть. Еще жаркий летний день лимонады. Лимонады, бутылочки какие-то, стаканы одноразовые. Ну, вот эти стеклянные шатты. Хорошо, что еще может быть? Ну, что за кулисами нам? Убороженое на вафле. А вот именно палочка, эскимо, палочка. А палочки он продавал? Он жаркий. А знаешь, если вода, воду продают, с водой что можно как-то... Стаканчик. А у баканы на муках подсовки. Убороженое, руками, есть стаканчики. Положили на вот эту... Вафлю. Ну, это, в принципе, красава. Он находится в черном ящике. Не в черном ящике. За кулисами вафли, в которую положили. Уришь. А почему она за кулисами, а не тут, в черном ящике? Вот там и может и палочка быть. Потому что если... Вот холодильник какой-то. Ребята, холодильник какой-то, не знаю, там... Жаркий летний день. Что еще? Выбивка какая-то. Либо бумажка подъедет какой-то. Трубочка. Время. Время, господи... Тишина. Кто отвечает, господин Гюнзадян? Господин ведущий, пожалуйста, прочитайте полностью вопрос, а ответит на вопрос Диана Сарксян. Госпожа Диана Сарксян, что у нас за кулисами? А, значит, у нас за кулисами что-то... Вафельное изделие какое-нибудь. Вафельное? Которое положили мороженое, которое продавал вот этот вот... Форначо, да, по-моему? Форначо. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. У Арнольда Форначо закончились бумажные стаканчики. Но владелец соседнего ларька, который производил вафли, помог ему. Так появилась... Мороженое в вафельном стаканчике. Шесть-три победа с атаков. И я называю имена победителей. Левон Сарксян, Александр Петрусян, Армен Балян, Диана Сарксян, Наре Капкарян и капитан команды Левон Кюрзадян. Молодцы! Давай, ладно. Господин Тигран Сарксян, Да, господин Ильич. Кто был лучшим знатоком сегодняшней игры? Ну, кроме того, что крутосной линией просматривается то, что Левон Сарксян давал правильные версии. Я еще хочу отметить, что он очень часто направлял в правильное русло обсуждения и вырывал из контекста то, что нужно было. Поэтому я думаю, что это господин Тигран. Левон Сарксян становится лучшим знатоком сегодняшней игры. Получает тетралогию Томаса Манна, Иосифа и его братья с автографом Сергея Хачатряна. А также пакет «Фордплей» 4 в 1 от компании «Юхом» на 4 месяца. Коньяк Мадатов 10-летней выдержки. 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании «Виваро» и 50 тысяч драм на карте «Айо Карт Виза Классик». Классик от программы «Айо». Господа, напоминаю, что нашим дамам в честь весенних праздников компания «Юхом» дарит цветы. Госпожа Диана Сарксян, эти цветы вам! Господин Ваген Алавелян. Да, господин. Вопросы о Анне Оганяна «Мебели», Карене Абрамяна «Барной ложке», Моника Алавян «Стивене Спилберге». Выиграли сегодня. Кто был лучшим телезрителем? Я думаю, вопрос о Спилберге. Телезрительница Моника Авакян становится лучшим телезрителем сегодняшней игры. Получает коньяк Мадатов 10-летней выдержки. 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании «Виваро» и 50 тысяч драм на карте «Айо Карт Виза Классик» от программы «Айо». Игра закончена. Спасибо за игру. А мы встретимся через неделю на канале Армения ТВ. Академия ТВ. Академия ТВ. Академия ТВ.